Приветствую всех, дорогие друзья. В этом ролике как всегда собраны самые интересные новости железа, поэтому не забудьте досмотреть его до конца и поддержать трехнанометровым лайком. И с вашего позволения я начну с продолжающейся распродажи видеокарт после майнинга. Ресурс видеокартс решил осветить ситуацию с карточками, которые массово продают владельцы различных интернет-кафе. Дело в том, что из-за короны они потеряли приличную часть клиентов и в разгар майнинг бума решили закупаться видеокартами и копать крипту. Сейчас же крипта все дальше и дальше летит на дно и вслед за обычными майнерами начали выходить из бизнеса и интернет-кафе. Связано это с тем, что карточки сейчас окупаются годами и тем более если учитывать те цены, по которым они покупались в разгар криптобума. Плюс ко всему эфир до конца года собрался на поз, что только подливает масло в огонь для владельцев майнинг ферм на видеокартах. В итоге у майнеров сейчас только два выхода, либо надеяться, что крипто отрастет, либо продавать видеокарты и бежать с тонущего корабля. И получается такая картина, что в моменте люди продают RTX 3060 Ti по 300-400 долларов в надежде окупить хотя бы часть вложенных средств. В общем майнинг распродажа сейчас явно в самом разгаре, собственно как и летняя жара, которая привела к крипто зиму. Ну а купить новые карточки по хорошим ценам из Китая вы всегда можете в телеграм канале Double Front. Тут вы найдете множество различных моделей на любой вкус, а самое главное по адекватной цене, которую вам не предложат ДНСы и ситилинки. Например, вы можете взять новенькую RX 6650 XT от 559 долларов без учета доставки, тогда как ДНС продает эту модель примерно за 50 тысяч рублей. Или, к примеру, самая простенькая RTX 3060 обойдется вам всего в 510 вечно зеленых тезеров, тогда как ДНС считает, что она стоит больше 50 тысяч. К тому же на видеокарты действует гарантия 2 года, а в случае заводского брака вы либо получите новую карточку, либо получите свои деньги обратно. Вся же покупка осуществляется через договор купли-продажи, что гарантирует, что вам приедет ваша видеокарта. Ну а по просьбам многих я лично заказал видеокарту в Double Front и в ближайшие недели она должна будет приехать. По ее прибытию я обязательно запишу для вас распаковочку и сделаю некоторые тесты одной из самых популярных моделей, название которой я пока оставлю в секрете. Еще кстати у Double Front'а проходит розыгрыш RTX 3060 Aorus Elite для своих клиентов, так что до 30 июня вы еще можете принять участие. Мошенники же в свою очередь тоже не дремлют и уже начали создавать фейковые страницы, поэтому будьте бдительны, официальный канал Double Front'а есть только в Телеграме по ссылке, которую я оставил в описании. И всю полезную информацию по покупке вы там легко сможете найти в закрепленных сообщениях. Телеграм-канал импортозамещения в IT пишет о том, что в России заканчиваются процессоры Intel. Такой вывод делается на основе того, что синие процессоры исчезли из B2B каталогов крупнейших российских дистрибьюторов OCS и Merleon. А скриншоты из этих систем действительно демонстрируют доступность для сборки ПК только процессоров AMD. Так что судя по всему, дистрибьюторам пока не удалось наладить параллельный импорт CPU Intel в объемах, достаточных для нужд бизнеса. Вместе с тем дефицит процессоров Intel на розничном рынке России не наблюдается, и в продаже есть даже куча моделей Alder Lake. Компания TrendForce опубликовала свежий прогноз по мировому рынку оперативной памяти DRAM. Аналитики говорят, что несмотря на приближение сезона пиковых продаж и рост востребованности DDR5, цены на чипы в третьем квартале снизятся. Отмечается, что сейчас наблюдается слабый спрос на компьютеры и электронику в потребительском сегменте, а в качестве причин указывается сложившаяся ситуация и высокая инфляция. На этом фоне образовались значительные складские запасы DRAM, что в свою очередь провоцирует падение стоимости. Если рассматривать рынок DRAM в целом, то в текущем квартале снижение цен прогнозируется на уровне до 5%. А уже в третьей четверти этого года стоимость изделий, по мнению TrendForce, снизится на величину от 3 до 8%. В сегменте же DRAM для персональных компьютеров ожидается сокращение стоимости памяти DDR4 от 3 до 8%, а изделий DDR5 до 5%. Ранее в этом месяце Microsoft выпустила очередную тестовую сборку, в которой интерфейс проводника был дополнен вкладками по типу браузера. И оказалось, что обновленный проводник также потребляет меньше оперативной памяти, чем его предшественник. Всё дело в том, что по сравнению с запуском нового окна открытие дополнительной вкладки требует меньше памяти. Согласно имеющимся данным, после открытия каждой новой вкладки процесс File Explorer расходует всего на 1 Мб памяти больше. В свою очередь открытие нового окна в проводнике расходует около 2 Мб оперативной памяти. По данным газеты Коммерсант, отечественные маркетплейсы пытаются самостоятельно организовать параллельный импорт продукции брендов, которые приостановили работу в России. При этом эксперты считают, что из-за непростой логистики импортируемая таким образом продукция будет стоить дороже на величину от 5 до 50%. Согласно имеющимся данным, Яндекс Маркет опубликовал несколько вакансий, связанных с международными закупками. В компании уточнили, что ведется поиск новых каналов поставок, в том числе бытовой техники, электроники и товаров для здоровья, а также расширение прямого импорта. Причём, среди прочего, Яндекс решил заняться привозом видеокарт, ну и всяких посудомоек и духовок. Ещё собственными поставками в рамках параллельного импорта намерен заниматься Озон, который по данным источника уже начал поставлять по новой схеме продукцию Apple. А планы маркетплейса по организации собственных поставок подтвердил управляющий директор Сергей Беляков. При этом он также не исключил, что в будущем на платформе могут появиться товары люксовых брендов, торговля которыми в прежних условиях была невозможна. Blizzard Entertainment обновила информацию на своём сайте об ограничениях на доступ к следующему этапу закрытой беты Overwatch 2 для жителей некоторых регионов. В опубликованной ещё 16 июня заметке говорилось, что в рамках предстоящих испытаний Overwatch 2 дадут попробовать во всех регионах, кроме Китая, России и Белоруссии. Сейчас же упоминание о недоступности пропало не только из оригинального текста, но также из его русскоязычной версии, описание набора постнаблюдения из главной страницы беты. А российское подразделение Blizzard Entertainment на запрос портала DTF насчёт ситуации сообщило, что пока не получала информации о том, что бета-версия Overwatch 2 будет недоступна в России. Издательство Фанком и разработчики из французской студии Shira Games сообщили о выпуске обещанного мультиплеерного обновления для игры Dune Spice Wars. Как стало известно, с выходом патча в игре появилась возможность объединяться для противостояния в формате 2 на 2 или же выступать поодиночке в режиме «Каждый сам за себя» до четырёх человек. Причём игроки могут выбрать любую из четырёх доступных фракций, а пустые места в матче займёт искусственный интеллект. Ну а поддержать финансово таверну новостей в это нелёгкое время вы всегда можете подпиской или донатом по ссылкам в описании. Я же как всегда говорю огромное спасибо всем кто поддерживает ролики лайком и копеечкой. Ещё больше новостей как всегда есть в моём телеграм канале и группе в ВК. До новых встреч, друзья.